спасибо павел еревич еще раз дорогие друзья всем добрый день хорошего настроения и удачного вебинара ну видимо какие-то небольшие технические сложности со связью бывают пока вроде бы у меня все было нормально но если вдруг что-то не пугайтесь проблемы все будем решать по ходу дел если они будут возникать презентация по традиции выложена в папке ресурсы поэтому если кому-то нужно важно интересно пожалуйста можно заходить скачивать забирать ее из папочки ресурсы но мы с вами начнем нашу сегодняшнюю тему тема не очень большая поэтому в основном речь пойдет о ресурсах и сервисах поэтому мы с вами сегодня пройдемся вот по тем моментам по тем сервисам ресурсам которые нам помогают осуществлять инфопоиск в интернете когда мы ищем материалы для подготовки своих письменных работ для это скорее относится к студентам магистрантам и аспирантам к преподавателям это скорее про статьи доклады и прочее и несмотря на то что уровень цифровой грамотности вообще по всем отчетам показателям и статистике он растет проблема поиска она у нас все равно остается и этот парадокс о котором уже говорили в прошлом году он все равно сохраняется с одной стороны у нас огромное количество информационных ресурсов с одной стороны информационные потоки растут бурными темпами простите за шаблонное высказывание а с другой стороны мы все равно оказываемся в ситуации вот этого информационного дефицита вроде бы она все есть вот та самая ситуация на яндексе есть все найти ничего не можем и дефицитов у нас на самом деле напоминаю да мы уже об этом как с вами говорили может быть четыре вида и в зависимости от того какой дефицит мы испытываем такой вид поиска мы и выбираем от этого будет зависеть выбор где и как мы будем искать фактографический это нехватка фактической информации конкретных реально существующих объектах процессах явлениях так далее и для того чтобы удовлетворить этот дефицит нам нужно обращение к полнотекстовым источникам информации но не ради самого текста на не ради самого содержания именно данного источника а с целью извлечения необходимых сведений и данных это могут быть и биографические какие-то сведения чаще всего мы нам нужны цифры подтверждающие наши какие-то высказывания то что касается особенно статей до экономико статистические показатели где их найти значение терминов тоже очень часто возникает такая необходимость и этот дефицит у нас проявляется аналитический дефицит это нехватка обобщающей информации концепции теории гипотезы методики методологии программы исследования и прочее и здесь нам требуется уже привлечение значительного числа источников если в первом случае нам достаточно даже 1 2 то здесь нам необходимо привлекать большое количество источников при этом конечный результат он будет складываться из разных источников и требует некой реконструкции формирования новых комплексных знаний само название дефицита за себя говорит документальный информационный дефицит похож на фактографический но если там мы ищем исключительно только какие-то данные которые нам необходимо в свою работу вставить и подтвердить какую-то нашу мысль то при документальном нам необходим сам документ чаще всего он возникает тогда когда мы не можем интерпретировать или перефразировать содержание этого документа но чаще всего это законодательные акты различные правила стандарты инструкции то есть то что утверждено и своими словами написать не то что нежелательно а вообще не нужно нам нужен сам документ и ссылка на него на конкретное место либо на весь документ в целом и библиографический дефицит это нехватка сведений об источнике возможно установление его места в системе других источников и в этом случае нам для поиска очень часто необходим удовлетворение этого библиографического дефицита найти точные сведения о документе с тем чтобы потом осуществить остальные виды поисков они все взаимосвязаны между собой нельзя сказать что они существуют отдельно друг от друга но мы всегда начинаем с какого-то одного да потом уже подтягиваются все остальные и соответственно четыре вида поиска у нас существует где мы ищем в первую очередь прежде чем про эти четыре вида поиска скажем ну самое простое самое основное куда кидаются особенно наши студенты учащиеся это поисковые системы вот как в супермаркет мы приходим мы приходим с поисковым запросом со списком покупок и по этому списку покупок мы начинаем метаться между стеллажами в поисках того а что же нам нужно или на хорошо если мы знаем место расположения сокращаем время силы затраты энергии но все зависит еще и от того как наш вот этот список покупок он сформулирован поэтому первое правило для поиска информации это конкретизация запроса конкретно что мы ищем просто хлеб либо какое-то конкретное изделие от этого может зависеть его месторасположение да как в супермаркете он может находиться в разных отделах также и с яндексом и для удовлетворения этих дефицитов четыре вида поиска они одноименные при библиографическом поиске вот это то с чего чаще всего мы начинаем нашу работу во главе угла сведения об источнике которые позволяют найти его в базах данных в библиографических указателях в сети интернет и так далее документальный предварительный поиск документов где может быть необходимая нам информация и фактографически это уже работа в самом документе поиска необходимых фактов ну и аналитические выявление документов которых до данные необходимые оценки и точное формулирование поискового запроса определение вида поиска и плюс еще пошаговая схема тематического поиска и ениж это то что позволяет нам снизать снижать потери во время нашего поиска по статистике где-то 85 процентов пользователей напрочь забывать что они искали вообще увлекаясь другими темами куда их настойчиво направляет поисковик либо не можем корректировать данные выдачи поисковика в соответствии с нашим запросом в результате мы теряем и время и получаем этот результат который нам нужен потом вот эта вот схема использования пошаговой схемы тематического поиска ениж про нее мы тоже как-то говорили и на курсе как раз вот эту схему мы будем отрабатывать уже на практике используя вот эту связку схемы тематического поиска определение дефицита вида поиска и формулирование поискового запроса где и как искать но использует есть несколько правил которые помогают нам с поисковыми системами обращаться более корректно более эффективно напомню вам эти правила как искать больше поисковиков используйте разные поисковые системы посмотрите нет ли специально специализированных ресурсов для осуществления специального поиска да ну тут же google scholar но если есть такое небольшой совет от специалистов если ищем русскоязычные источники начинать с яндекса второе правило вообще поисковых систем очень много есть очень интересная вот в нашем курсе мы тоже будем в модуле поиска смотреть и разбирать разные поисковые системы сегодня больше остановимся на яндексе а там уже поработаем из google и с теми поисковиками которые предназначены исключительно и специально для студентов для преподавателей для учащихся и ориентированы на поисками на учебные информации но как правило это зарубежные поисковики второе правило копайте глубже то есть первое правило используем разные поисковые системы второе правило копать и глубже не ограничивайтесь одной двумя страницами даже если вы используете операторы поиска которых чуть попозже поговорим все равно просматривайте на несколько страниц вглубь когда остановиться но ориентируйтесь по лутой выдачи насколько она релевантна вашему запросу чем дальше тем она становится менее релевантной у меня иногда глубина поиска доходит до 8 страниц где-то 5 8 это средняя как правило первая страница выдачи это проплаченные ресурсы и как правило она содержит больше коммерческой информации вот в яндексе кстати очень очень так четко присутствует следующее правило это мы уже говорили четко сформулированный запрос фокусировка только на необходимом отбрасываем все ненужное никогда тему статьи или реферат вот постоянно напоминаешь студентам и все равно каждый новый поток каждая новая группа начинается того что я забил тему реферата или тему курсовой работы в яндексе ничего на это нет на это есть много чего надо только формулировать запрос по ключевым словам до чего мы делать к сожалению не всегда умеет для этого еще хорошо использовать операторы поисковых систем они очень похожи между собой по крайней мере вот в яндекс google вот такие вот оператор и модификатор это те фильтры которые помогают найти нужную информацию убирая лишние информационные шумы сокращая наши затраты времени и сил на поиск и на просмотр вот кстати используя операторы можно сократить его количество страниц выдачи вот эту глубину просмотра потому что он всю лишнюю ненужную информацию которая в первом случае нас будет присутствовать он ее здесь будет убирать и от того как будет сформулирован естественно запрос с использованием этих операторов и будет зависеть как долго нам придется ли стать поисковик в поисках нужно еще одно правило прежде чем доверять изучая и проверяй проверяйте найденную информацию отсматривая сайт лучше попытаться докопаться до первоисточников особенно если вы нашли информацию которая содержит вторичную информацию нашли сайт который содержит вторичную информацию вот лучше по ссылкам по упоминаниям перейти найти используя используя опять же тут же поисковик либо по ссылкам найти первоисточник, особенно если это какой-то сайт не совсем научный. Еще одно, ну это уже скорее рекомендация, такое правило, дублируйте окна, дублируйте вкладки. Особенно, когда вы переходите по страницам найденного сайта в поисках необходимой информации, начинаем увлекаться вот этим поиском, переходами, в одном окне браузера такой поиск может быть неэффективным. Поэтому для того, чтобы вернуться к предыдущей информации, ранее просмотренной, приходится листать страницы обратно, вот эта волшебная кнопка, назад, назад, назад. Это тоже отнимает очень много времени. Лучше открывайте сразу несколько окон браузера, несколько вкладок, и открытие новой страницы делайте через дублирование, ну чтобы по крайней мере одна у вас точно оставалась исходная. Где искать? По поисковым системам. Это вот такие основные правила работы с поисковиками для того, чтобы сократить затраты времени. Где искать? По поисковым системам. Какая лучшая в российском интернет-сегменте Ронета, вот это можно найти на сайте источник, я вам здесь указала, в презентации он гиперссылкой активен. Интересный счетчик содержит, позволяет делать разную выборку, и смотреть, ну вот за сентябрь, например, самые популярные поисковые системы, Яндекс.Гугл, ну Яндекс.Картинки можно тоже отнести к Яндексу, Рамблер и SearchMail.ru сейчас выходит, вот тройку лидеров попадает. Можно делать выборку по различным параметрам, и все данные, вот за сентябрь, кстати, с прошлогодними они не сильно отличаются, также в передовиках это Яндекс.Гугл. Так, Елена Владимировна, слышно? Это вопрос. Коллеги, хорошо ли все со звуком? А то мы так уже ускакали быстро. Все, отлично. Ага. Елена Владимировна вопрос немножко не поняла, но... Ладно. Хана, цифры... Это в тысячах. Это посещаемость в тысячах, вот за те промежутки, которые здесь указаны. То есть за сентябрь обращение. Да, переходы по... Переходы с поисковиков. И в Яндексе произошли, где-то в середине августа 2019 года, произошли изменения в поисковом функционале и интерфейсе Яндекса. Что, что у нас... Ну, такого официального широкого освещения анонса не было. Так тихо и незаметно кое-что исчезло из меню дополнительной информации при поисковой выдаче. Ну, вот, например, исчез такой пункт... Сейчас просто про эти изменения я вам скажу, чтобы на них обращать внимание. Из... Исчез пункт «Показать еще сайт». Помните, раньше была такая хорошая строчечка, да, которая позволяла нам при поиске информации посмотреть, а что еще есть подобного на этом сайте. Теперь ее нет. Вместо нее появились пункты «Информация о сайте» и «Вызбранное». Ну, насколько они имеют отношение именно к поисковому функционалу вопрос, да, может быть опосредованно. Ну, вот, возможность пользоваться функцией «Показать еще сайтом», используя интерфейс, она исчезла. Теперь... Нет, она, конечно, осталась, но через... Только через оператор. Физически не исчезла, но нужно пользоваться оператором сайта и вводить это в такую поисковую запросу. Что еще изменилось в поисковике «Яндекс»? Как мы раньше осуществляли поиск, когда нам нужно было найти какую-то информацию, вводим ключевые слова в запрос, да, и он нам выдает всю необходимую нам информацию, всех видов, всех типов и так далее. Дальше можно использовать, например, ну, вот здесь он мне выдал вообще все, что касается слова «вебометрия», даже вот «вебометрикс», сюда, где есть «веб», «вебометрикс» и прочее, да, то есть он изменяет слова и выдает все, 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 все по этой теме. Мне нужны только те документы, где есть слово «вебометрия» без изменений. Простые операторы «Яндекса», чуть попозже я их вам покажу, они позволяют это сделать. Вот я ввожу восклицательный знак, да, и он выдает только те документы, где есть слово «вебометрия» без изменений. Не «вебометрика», не «вебометрия» и так далее, а только то слово в котором, в том виде, в котором оно задано в поисковом запросе. Ну, количество уже сокращается слов. Простые операторы «Яндекса» остались без изменения, да, перед ключевыми словами, точно по точному совпадению фразы, страниц, в которых слова встречаются в одном предложении, да, пропущенные слова в цитатах, то есть все вот эти вот вещи, они остались неизменны. Почему они для нас еще важны? Очень часто эти же операторы используются, ну, вот, например, при поиске в электронных каталогах и картотеках, например, в каталогах RGB, если посмотреть операторы, да, примерно то же самое, что и операторы «Яндекса», они похожи. Ну, и в «Гугле» то же самое. Если нам нужно было, вот, а что изменилось? То есть вот это осталось без изменений, слава богу, но что изменилось в «Яндексе» точно, это интерфейс расширенного поиска. Раньше, когда нам нужно было найти, например, документы определенного типа, ну, вот мне нужен документ вебометрия и только PDF-файлы, или только презентации, или только Word-овские файлы, да, раньше мы делали что? Нажимали «Расширенный поиск», вот эта кнопочка справа, и переходили на страничку расширенного поиска, и здесь мы выбирали нужный тип документа, вот где-то здесь он у нас сидел. Теперь его здесь нет. Вот все, что осталось. Расширенный поиск сокращен до следующих параметров. Можно искать по региону, можно искать по языку. Кстати, вот это вот «Еще» – это касается языка, выбора языка, то есть «Третий» еще можно выбрать, а вот тип файла уже, тип документа найти, увы, никак нельзя. И осталась выборка по времени, да, либо за сутки, либо за две недели, либо за месяц. Все. Если нам нужны другие временные промежутки, с помощью вот этого «Расширенного поиска» это сделать уже невозможно. Ну вот, произошло такое изменение в интерфейсе «Расширенного поиска». Сократились возможности. Возможность осталась, но только с помощью оператора. Какой оператор использовать, если мне нужен, например, все PDF-файлы, документ нужного типа? Ну, самый простой способ, используя самый простой оператор в том же «Яндексе», например, «плюс», да, добавить библиографическое, ну, вот ищем там библиографическое описание видео или аудио файла, и добавляем плюсиком PDF. В принципе, должно выдать вот так. Да? Все PDF-файлы, мы же его добавили сюда, все PDF-файлы на этот ключевой запрос. Пробуем сделать то же самое в «Эбометрии» и найти все презентации, посмотрите, что нам выдают. Все, что угодно, но только не то, что нам нужно. Раньше мы уходили в «Расширенный поиск», да, там выбирали тип нужного нам файла и спокойненько нам выдавал все презентации, вот как в первом варианте. Сейчас такой возможности нет. Нам необходимо ввести нужный оператор вот сюда, в поисковую строку, для того, чтобы нам выдал все презентации. Елена Петровна, обязательно. Вот то самое, о чем мы говорили, когда говорим про библиографические описания. Каждый пробел имеет свое значение. Значит, вот здесь пробел у нас есть, а вот это не отделяется, он не отделяется от последующего слова. Ключевой запрос, потом пробел, и без пробела знак присоединяется к тому слову, которое мы ищем. Плюс здесь может быть не тип файла, а здесь может быть, например, другое слово. Мне нужно найти только эти, чтобы эти только два слова были в документе. Как найти все презентации, как найти все PDF-файлы и прочее. Вот для этого используется оператор вот этот. MIM, да, MIM, с двоеточием. Вот он, пробел. Перед оператором пробел ставится, дальше пробелы не ставятся, пробелами не отделяется. Ставим оператор, двоеточие, и нужный тип файла. PPT, DOC, PDF, то, что нам нужно. И вот теперь уже мы получаем релевантную выборку, мы получаем те данные. Вот посмотрите, если в первом варианте у нас, а, здесь не видно, здесь было около тысячи с чем-то документов, то не совсем корректно заданный оператор, да, то здесь уже 311 результатов. Вот эти 311 результатов, это исключительно презентации, которые мы ищем. Ну, а дальше остается только найти то, что нам нужно. Что выбрать, вернее, то, что нам нужно. Какие операторы Яндекс нам позволяют это делать? Очень полезный оператор титул. Поиск по заголовкам страниц сайтов, либо по заголовкам статей, когда мы их точно знаем, знаем название статей, и вот ищем только в заголовке. Не в сопроводительных данных, не в аннотациях, не в описаниях, не где-то, именно заголовок. Вот тогда используем тайтл. Поиск по страницам, размещенным по заданному адресу. Используется URL. Сайт – это вот то, о чем я вам говорила. Вместо показать еще сайты, используется вот этот оператор. Также вводим в поисковую строку и указываем адрес сайта. И тогда он осуществляет поиск по всем страницам внутри уже самого сайта. И вот он наш любимый. Часто используемый. Просто очень рекомендую, когда вы ищете документы какого-то определенного типа, использовать этот оператор. Что еще можно найти с помощью операторов Яндекса? Страницу в определенной доменной зоне. Например, все, что касается разведения кроликов на сайтах, которые созданы во французской доменной зоне, на французской стороне. Сайты, страницы на нужном языке. Также через оператор вводится, в первом случае это код региона, во втором случае вводится сокращение код языка. Код языка можно найти в разделе Яндекса, это коды языков для Яндекса. В принципе, они есть, и в курсе мы как раз с этим будем работать. Вся эта информация у вас будет. Как найти коды? Кстати, информацию можно искать не только информацию отдельного региона, города, федерального округа страны. Кстати, это тоже бывает очень важно и необходимо, когда мы пишем те же самые исследования, проводим курсовые, дипломные работы, либо особенные диссертационные исследования. Нам важно найти информацию по какому-то конкретному региону. Вот это тоже оператор бывает очень важен с помощью поиска, вернее. И с помощью операторов Яндекса это можно через поисковую систему найти, введя код нужного региона. Поиск по имени файла изображения тоже хорошая вещь. Маленький совет, когда вы берете изображение, качаете фотографии откуда-то, но не меняйте их название, потому что по этому названию файла изображения можно будет установить, когда нам необходимо, потом соблюдая авторские права, дать ссылку на источник, откуда мы это изображение взяли, а вы уже не помните, можно через поисковик Яндекс, используя, опять же, определенные операторы, можно найти, установить источник, где эта информация находится и спокойно дать ссылку. Очень удобно, когда мы готовим какие-то материалы. Необходимо это быстро сделать. Страницы, созданные в определенную дату. Тоже может быть важный параметр. В интерфейсе Яндекса мы с вами увидели, там есть за сутки, за две недели, за месяц, но вот в определенные даты он, к сожалению, через интерфейс не ищет. Но через операторы Яндекса это можно сделать. Можно их комбинировать. Страницы в определенной доменовой зоне на нужном языке, созданные в определенную дату. То есть здесь можно, оперируя, простите, операторами Яндекса, можно осуществлять очень интересные такие связки и поиск. Да, и в промежуток между двумя датами тоже вполне можно это сделать. Кстати, как аналогично вот этому поиску, можно еще осуществлять, искать какую-то информацию только среди ресурсов, посвященных одной определенной теме. Не по региону, а тематически, делать тематическую такую выборку. И здесь мы просто используем вместо кодов регионов коды тем. Они тоже есть в каталоге Яндекса. И там определенная формула есть, с которой тоже на курсе будем знакомиться и тренироваться, осуществлять поиск с помощью этих операторов. В том числе и тематически. Где еще искать? Это вот то, что касается изменений, которые произошли в поисковике Яндекса. Все типы документов, которые Яндекс индексирует, их достаточно большое количество. Это можно найти. Можно найти в каталоге Яндекса или просто запросить. Я в группе тогда вам эту информацию скину, чтобы не лазить и не искать. Надежда Валентиновна, вот про какие операторы идет речь? Вот про эти, если про эти, то эти примеры мы рассматриваем уже в нашем курсе. А пример вот этого оператора, да, вот это мы уже рассматриваем в нашем курсе, мы уже с ними более подробно работаем. Пока мы говорим, мы рассмотрели пример только по типу документов. Вот ровно так же, под конкретные запросы, о которых мы говорили, с помощью операторов можно искать информацию по странам, по континентам, по времени создания и так далее. Где еще может находиться необходимая для публикации информация? В основном это касается, когда мы осуществляем библиографический поиск, начинаем с него, да, как самого, простого, самого первого. Это электронные каталоги, картотеки, библиотек, чаще всего пользуемся каталогами, ну, вот, например, в самый первый, самый известный каталог РГБ, здесь есть все, обычно мы пользуемся вот этим единым каталогом, электронным каталогом, ссылки здесь активные, презентации они есть и открываются, и тема, вот сюда заглядываем реже, но иногда это имеет смысл делать, когда мы ищем какие-то специализированные издания, я их вам также вынесла на отдельные слайды, тематические электронные каталоги РГБ. Что еще есть хорошего в РГБ? Говорила и буду говорить. Юлия Борисовна, спасибо, будет, будет, запись будет обязательно на нашем канале выложена. Павел Юрьевич даст отмашку, когда она будет готова. Так вот, к электронным ресурсам РГБ. Ссылка здесь тоже действующая, можно переходить, особенно обращайте внимание на пометки к этим электронным ресурсам, что находится в открытом доступе, в свободном доступе, к чему можно получить свободный доступ через сеть интернет при наличии читательского билета, а где необходимо присутствовать на площадке библиотеки. Либо самой библиотеки, либо тех библиотек, которые уполномочены на это дело. Электронные ресурсы РГБ. Очень рекомендую начинать поиск в сети интернет, когда мы ищем какую-то информацию научного характера, статьи, диссертации и прочее, мы сразу кидаемся либо в, знаете, в интернете, в том же интернете или в соцсетях часто публикуется 125 ресурсов для поиска информации, 44 каталога, где можно найти зарубежные диссертации или там зарубежные статьи. В первую очередь, зайдите вот сюда сначала, посмотрите, практически все это есть здесь. Вот, например, я здесь, и то, что находится в свободном доступе, вот этот зелененький значок, это вообще прелесть. Даже не регистрируясь на сайте РГБ, не имея читательского билета, заходя просто в free доступ, вы можете получить доступ к тем ресурсам, которые отмечены этим значком. Причем здесь справа пишется, что это реферативно-библиографическая база данных, библиографическая, либо полнотекстовая. Вот, смотрите, уже как минимум два полнотекстовых ресурса мы можем спокойно осуществить переход с сайта РГБ. Вот этот ресурс, выделенный архив, к нему чуть попозже вернусь, но хочу его показать уж здесь. Доступ к нему либо можно осуществлять напрямую, либо через РГБ. Кстати, несколько раз напрямую по другим ссылкам у меня не получилось зайти на этот ресурс. Это ресурс Курненовского университета содержит припринты статей авторов, почему он называется так, архив, которые еще не опубликованы, либо были опубликованы потом, но с изменениями. Это такие черновики, наброски научных статей. Поэтому, ну, в плане ссылок на них, конечно, нежелательно, потому что они не опубликованы, но можно будет посмотреть, а потом проверить по автору, по названию, а была ли эта статья опубликована потом, с какими изменениями, ссылаться уже на нее. Но вот в плане идей, каких-то поворотов сюжета и, может быть, какие-то интересные моменты для себя, для своих статей, здесь подчеркнуть можно. В конце концов, можно установить и связь с авторами, выйти на связь с авторами этих работ и дальше уже работать в таком личном режиме. Здесь это можно сделать, данные по авторам здесь тоже имеются. Поэтому, вот несколько раз из интернета по ссылкам с других сайтов, где этот источник представляется, рекламируется, у меня перейти не получилось. Все время выбрасывала не туда, либо на поисковик диссертации «Darts Europe», либо еще куда-то, но не на этот сам сайт. Получилось только вот отсюда из RGB 100% работает без сбоев. Поэтому, когда ищите электронный ресурс, зайдите сначала на RGB и зайдите через их ссылку. Ну, во-первых, более достоверные соединения и, скорее всего, это ссылка работающая. То есть таких казусов, опять же, у нас не будет возникать. Что еще для библиографического поиска можно использовать? Незаслуженно забытые и редко используемые издания РКП Российской книжной палаты и библиографические пособия и указатели. Это отдельно изданные библиографические пособия с сайта РКП. Есть выход на электронные версии, но, по-моему, не самые, не помню, там самые-самые последние выкладывают они или нет, но, в принципе, за период 3-5 лет, которые мы чаще всего используем, информацию найти можно. Преимущество библиографических пособий, указателей в том, что они посвящены отдельной теме. Книги России, вот все, что вышло, они периодические, они выходят очень часто, и в них задержится свежая информация, там, журналы, статьи, кстати, где искать статьи. Вот здесь тоже есть библиографический указатель вышедших статей, тематический, классификация внутри по УДК, можно найти по тематике то, что вас интересует, как библиографический, это не полнотекстовая база, естественно, это библиографические описания, но вот найти описание источников, самый первый шаг в поиске, можно делать с помощью этих указателей. Кстати, есть и указатели авторефератов диссертации и диссертации. Да, вот все, это текущая библиография, они выходят очень часто, поэтому следите за этим сайтом, хорошо бы использовать его в своей работе почаще, там информации достаточно много и полезно. Еще один из ресурсов, все хорошо, Эпскохост, все хорошо, все замечательно, самая крупная, известная библиографическая база данных такого глобального, мирового масштаба не содержит текстов, материалов, это реферативная база данных, только ссылки на источники, плюсов много, но есть один минус и значительный минус доступ только по подписке, поэтому вот этот библиографический и метабиблиографический поиск приходится осуществлять чаще всего с помощью других ресурсов, но то, что он есть, и если вдруг у вас будет возможность получить вот этот доступ по подписке к этой базе, не пренебрегайте ей. У них есть такая инструкция на русском языке, такой хелпер, на всякий случай я вам ее скину в чат, вдруг кому-то пригодится или у кого-то есть доступ к этой базе. Поэтому приходится пользоваться другими возможностями вот этого метабиблиографического поиска по различным каталогам различных библиотек, но благодаря протоколу Z3950 они объединяются в одну сеть библиографической информации, можно использовать, естественно, каталог РГБ, а можно воспользоваться вот таким метабиблиографическим поиском и портал межбиблиотечной информации с возможностью поиска по электронным каталогам крупнейших библиотек России нам будет в помощь. Это портал Сигла. Поиск в разных библиотеках. Там были почти около 500, по-моему, каталогов разных библиотек, но частично они здесь представлены 25, это только выборка, которую я сделала по библиотекам, которые мне были интересны. Здесь можно сделать выборку, составить свою такую базу каталогов, которые интересны или нужны вам, и дальше осуществлять поиск по ней. Интерфейс очень простой, интуитивно понятный, и без особой подготовки с ним можно спокойно собладать, и даже у учащихся у колледжа вопросов не возникало, как с этим работать. Все достаточно просто. По элементу слова очень хорошо ищет, и, кстати, окончание лучше не прописывать, лучше ставить вот этот значок звездочка, тогда он вообще шикарно осуществляет поиск, иначе он сокращает немножко информацию. И что здесь еще есть полезного на этом портале? Возможность поиска по электронным каталогам крупнейших библиотек. Некоторые библиотеки, участницы этого проекта, позволяют удаленно заказывать нужную литературу прямо с этого портала. И есть возможность, если не нашлось в каталоге, найти документ при помощи Яндекса или Google, если в предложенных каталогах его не содержалось. Поиск по ведущим российским библиотекам и есть еще часть зарубежных. Некоторые из зарубежных библиотек здесь тоже присутствуют. Поэтому это вот такая основа для дальнейшего поиска и работы со списком источников, дальнейший поиск информации можно воспользоваться этим порталом. Ну а если есть возможность заказать и еще подъехать в библиотеку и получить этот источник, замечательно. Второй ресурс, который нам может быть полезен, это УИС-Россия. Университетская информационная система. Наверняка многие ей пользуются. Если пользуетесь, то поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Просто интересно, сколько народу по сравнению с прошлым годом этой системой начали пользоваться. Создана и поддерживается как электронная библиотека для учебных программ и исследований в основном в гуманитарных науках. Условия доступа. Требуется регистрация. Она бесплатная, но регистрация нужна. Позволяет подключать как коллективных, так и индивидуальных пользователей. Для того, чтобы подключиться к ней индивидуально, нужно запомнить форму. Она отправляется только по почте. На сайте есть адрес. И через несколько дней можно получить доступ к этой системе. Для кого она в основном рассчитана? Это преподаватели, студенты вузов, аспиранты, учащиеся университет, колледжи и научные сотрудники. Есть свободный доступ. Free. Но при этом, естественно, функционал урезан и возможности ограничены. Но даже при таком гостевом свободном доступе есть возможность полнотекстового поиска. Например, по базам и публикациям. Вот то, что у нас здесь отмечено. Вот это нам доступно точно. И поиск вполне себе приличный. Вот примеры здесь есть. Что и как можно найти. Вот нас чаще использует свободный доступ. Нас в основном интересовало, когда мы пользовались этой базой со студентами. Это база статистических показателей. Те самые цифры, данные, которые студенты очень часто не могут найти для своих курсовых или дипломных проектов. Ребята меня искали здесь. по базе. Издание государственных органов тоже. Законодательная база, нормативные акты. То, чего чаще всего в работах нам и не хватает. Те документы это уже осуществление документального и фотографического поиска. Издание исследовательских центров тоже может содержать отчеты по проведенным исследованиям. Ну и научные издания, различные вестники, полнотекстовый доступ к этим изданиям есть. То есть здесь мы можем и фактографически, и документальный поиск осуществлять запросто, возможно, даже аналитически. Ну вот по научным изданиям тоже интерфейс интуитивно понятный. Выбираем нужное издание по году. И вот они пошли в статьи. И здесь есть два варианта. Можно читать онлайн, можно скачивать текст выпуска. Но обратите внимание, не статью, а он скачивает весь выпуск этого вестника или этого издания. Поэтому, ну смотрите, если там много статьи, которые вам необходимы, лучше, наверное, скачать. Если вам нужна какая-то отдельная статья, ну стоит ли весь сборник из нее скачивать, наверное, можно граничиться просто онлайн. Коллеги, поставьте, пожалуйста, в чат как-нибудь кто-нибудь, проявитесь. Такая тишина, затишье в чате меня немножко смущает. Вообще видно ли, слышно ли, все ли у нас хорошо. Ага, все живы, отлично, спасибо. А то когда чат замолкает, я немножко начинаю напрягаться. То ли мы не туда идем, то ли я не туда иду, то ли я уже отключилась давно. А, спасибо. Где еще? Вот это та система, которая нам здорово помогает осуществлять уже несколько типов поиска. Ребята, у меня там статистические данные находили. Причем, когда ищут статистические данные, они выходили еще на сайты первоисточников. Например, там был поиск у них, по-моему, по... Нужна была статистика, там по социальной работе. Они вышли на сайт, на канадский сайт, посвященный вопросам социальной работы. Откуда были опубликованы данные, взяты вот в эту систему. То есть там восторга была немерна. А мы еще, говорит, нашли несколько статей, которые нам пригодились при написании работы, изучая этот сайт. Поэтому вещь полезная. Но, опять же, за счет нескольких переходов можно найти максимум полезнейшей информации. Ну вот, все, чем здесь можно пользоваться, в первую очередь, я уже здесь отметила, но то, что может быть интересно, у вас тоже на сайте представлено. Кстати, о статьях. По статьям, где еще можно искать статьи, какие ресурсы нам здесь в помощь. Ну, Google Scholar долго останавливаться не будем. Все часто пользуемся, часто уже с этим сталкивались. Полнотекстовый поиск, переход к тексту статей, все это есть. Также есть удобная навигация по статьям, фильтры, можно делать выборку по фильтрам, по датам, по годам, по документам. И вот это вот показ источника, откуда взята эта статья сюда, переход на нужный сайт, это удобная функция. Кстати, про киберленингу тоже долго останавливаться не будем, известная вещь, но студенты, как показывает практика, не всегда даже про нее знают. Недавно у меня было удивление у второго курса, а что это? Боже, как вы не знаете, научившись до второго курса, что такое киберленинга? Поэтому, да, напомнить лишним не бывает. Это вот преподавателям, напоминайте им, пожалуйста, не все знают, к сожалению. По ДОИ, поиск статьи с введением ДОИ стал более удобный, что ли. Имея знак ДОИ, можно найти. Какие, где можно искать, осуществлять поиск по ДОИ? Например, по сайтам агентам, которые присваивают. Есть один главный сайт ДОИ Орг, который присваивает этот знак, международный знак. И у него есть еще агентская сеть, которая тоже присваивает ДОИ, но в своих областях. Вот из этой сети есть два таких крупных агента, на которые очень часто идут ссылки. это CrossRef и DataSite. И самый главный наш центровой сайт, центральный такой агрегатор, это ДОИ.org. Так вот, смотрите, какая фишка есть. В ДОИ.org, как в Яндексе, есть все, а вот на тех, на сайтах его агентов находятся только те статьи, только те ДОИ, которые присваивали они сами. Поэтому, если вы берете ДОИ статьи, загоняете сюда, ну, на CrossRef, например, а он вам пишет, сори, документ не обнаружен, а нет такой статьи, а некорректно введено, а проверьте после. Значит, выдавали не они. Скорее всего, выдавал какой-то другой агент. Мы же не будем бегать по сайтам разных агентов, выискивая где, да? Ну, ничего страшного, мы идем вот сюда, в ДОИ.org, и в поисковую строку просто забиваем наш номер. И по номеру строки уже получаем ссылку на сайт, на саму статью. Вот это вот просто имейте в виду. То есть искать можно по разным сайтам, но вот ДОИ, он как РГБ, да, печатный экземпляр всех выходящих печатных изданий России обязательно отправляется в РГБ, также и здесь. в Агенты, да, выдают, но все номера уходят в ДОИ.org. Поэтому, когда рекомендуете поиск по ДОИ, студентам лучше давать вот этот адрес сайта, чтобы они не рыскали по интернету, по поисковикам и не путались в этих разных агентах. Надежда Васильевна, по ДОИ присваивается всем статьям и русскоязычным, и нерусскоязычным, поэтому здесь, если статье русскоязычный присвоен ДОИ, найдет. Пробовали, работает. Из зарубежных статей, что еще, чем пользоваться? Да, и Надежда Васильевна, на русском языке Киберленинга нам в помощь, Е-лайбрери нам в помощь. Да, но почему я упор делаю на зарубежные статьи? Коллеги, цитирование. Если вы берете... Я вам этого не говорила. Если вы берете зарубежную статью, если вы берете зарубежную диссертацию, да, мы соблюдаем, естественно, авторское право, да, естественно, мы указываем ссылку на текст, но при проверке на антиплагиат он их чаще всего проверяет, засчитывает как... Даже не как белое цитирование. У него же там разные градации, да, цветовые индикации выдаются. И он их очень часто, кстати, мы с этим сталкивались, что он их выделяет как авторский текст. То есть процент оригинальности текста повышается за счет того, что, используя зарубежную статью или материалы зарубежной диссертации, но при этом соблюдая авторское право, ссылку мы все равно даем на прямое цитирование, даже на косвенное цитирование, даже если пересказываешь своими словами, а тут невольно будешь пересказывать своими словами, но при проверке на антиплагиат он их очень часто выдает как авторский текст. Самое главное, только ссылку, пожалуйста, ставьте. Коллеги, звук есть? Что-то у нас сегодня прям... Ага, спасибо. Да, 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 я с этим столкнулась несколько раз, когда последние разы, особенно когда писали статьи, у нас там шли ссылки на зарубежные исследования, на статьи, на диссертационные исследования. И естественно, по-честному, я не могу не поставить ссылку на этот текст. А, при проверке, причем мы проверяли и антиплагиат.ру, и ру-контент. Ну, просто в издательстве оказалось, мы проверяли по одному антиплагиату, а в издательстве оказалось, что они принимают только по-другому. У нас получилось как бы две проверки, мы прошли. И в той, и в другой вот эти кусочки он их выдал как оригинальный текст. Ответ показал, что у нас меньше заимствований. Вот, поэтому... Поэтому... На это вот... Поэтому я рекомендую обращаться именно к зарубежным источникам, потому что вы их переводите. Вы их как бы... Как бы создаете, пишите заново. Но при этом авторские права коллеги соблюдаем, не присваиваем себе. Так, для защиты... Вопрос у нас был проверить на антиплагиат. Где нужно проверить на антиплагиат? Официально для защиты. Юлия Борисовна, вот проверку на антиплагиат, кстати, официально для защиты, посмотрите на сайте РГБ. По-моему, у них в платных услугах это было. По-моему, они все-таки берут за это какие-то деньги, но они проверяют. Проверяют и выдают свое экспертное заключение по поводу антиплагиата. Это если официально, с подтверждением и со всем прочим. А так, вот у нас в УЗИ проверка идет, например, работа научным руководителям, выдается доступ на проверку для своих курсантов и дипломников, аспирантов в рамках ВУЗа. Дальше по статьям. Что у нас еще? Скопусовские статьи. Вот это хорошая надстроечка. Семагор. Сейчас я вам тоже скину ссылочку сюда. Вот по этой ссылочке очень хорошо ищутся все скопусовские статьи. Переходим по ней. И здесь есть возможность выбора. Хотите по квартелям, если это нужно. Ну, чаще всего нам нужно либо по предметной рубрике, по области, агрохимии, либо интернет-технологии. И внутри этих рубрик можно еще по предметам делать выборку. По странам, по регионам, по типу изданий, что это вам нужен сборник, статья, сборник конференции, периодический журнал. Чего ищем-то? И по датам, по годам, за какой период тоже вполне возможно сделать. Чем удобна еще эта надстроечка? По ней очень хорошо выходить. Вот первичный сбор источников осуществлять. Сделали мы выборку. Выбрали, например, бизнес-технологии, интернет-технологии, выбрали информационную грамотность, что-то странное. Он нам выдает выборку журналов. И из этих журналов здесь стоит значок. Либо замочек у нас закрыт, либо открытый замочек. Это значит, есть доступ, полнотекстовый доступ, доступ к текстам статьям. Вот на эти журналы в первую очередь переходим. Если мы кликаем по журналу, мы попадаем на карточку журнала. Мы еще на этом сайте скобусовском находимся, в этой надстроечке. И здесь нас интересует вот эта последняя позиция, есть ли переход на сайт самого журнала. Ну, а дальше все просто. Переходим на сайт самого журнала, смотрим архив номеров, архив выпусков, и в обратной хронологии начинаем отсматривать. Вот здесь уже начинается ручной поиск. На сайте самого издания по, начиная от последних номеров, лучше идти, более свежая информация, просто отсматриваем то, что нам необходимо, выбираем те статьи, которые могут более или менее, судя по названию, а очень часто издания опубликуют еще и аннотации этих статей. И во многих изданиях, особенно те, которые вот здесь идут с открытым замочком, есть возможность скачивать тексты статей. Набираем себе массив. Это вот про то, как хранить, куда собирать. Я делаю очень просто. Я делаю просто папочку, которую мне необходимо. Туда все эти статьи закладываю, закачиваю, ориентируясь на название, ориентируясь на дату, ориентируясь на аннотацию. Я понимаю, что вот здесь есть или может быть интересная мне информация. Кстати, попутную информацию также можно отсюда же собирать. То есть я ищу по определенной теме, но у меня есть еще две темы, по которым мне нужно писать учебное пособие и вторую статью. И я понимаю, что вот эта статья для текущей темы мне не подходит, но вот туда или туда она может подойти. Я ее тоже собираю, но делаю отдельную папочку по названиям тех статьи или учебного пособия, куда этот источник может попасть. И вот раскидываю их туда, по папочкам. Пока просто собираю без какой-либо обработки. И потом уже просматривая их более, чтобы от поиска не отвлекаться. И вот так вот несколько хотя бы изданий просмотреть, да еще по разным годам можно насобирать огромное количество информации, которую переработав потом, она просто идеально ложится в вашей статье, и составляет очень большой такой кусочек. Вот эти вот тогда требуемые вскопусовские, ваковские издания, там не менее 20 источников, не менее 35 источников, из которых только 30-33 могут быть на языке той статьи, на том языке, на котором вы публикуете статью. То есть больший процент должен быть на иностранных языках. Вот вам, пожалуйста, вот откуда они берутся. Мы их набрали. Остается только перевести и использовать в своей работе, соблюдая авторские права и давая ссылки на эти источники. Без проблем 35 источников закрывается с помощью даже хотя бы одного этого ресурса. Кстати, о переводе. Да, и еще одна хитрость, которую у меня студенты постоянно пользуются, когда переходят на зарубежные издания, они используют вот эту вещь, которая есть в браузерах, перевести страницу. Потому что иногда это не английский, иногда мы английский плохо знаем, а иногда бывают издания на немецком, французском или каком-нибудь суахиле. Вот тогда пользуемся перевести страницу и, пользуясь переводом, поиск еще становится еще проще. Да пускай пользуются, это же неплохо, это же хорошо, мы же просто ищем информацию. Кстати, о переводах. Шикарная вещь, которую вам рекомендую, могу порекомендовать, пользовалась сама, из онлайн-переводчиков. Хороший онлайн-переводчик, адрес здесь есть, можно перейти, переводчик файлов. Вот когда мы статьи насобирали, и нам нужно вот этот огромный массив еще перевести, чтобы познакомиться с ним поближе и выбрать то, что нам действительно подходит. очень простой, доступный, кстати, он здесь и конвертирует PDF в Word, может это делать, но единственное, что он переводит только те файлы PDF, которые не картинкой, не картинка в PDF, а текст переведен в PDF. Потому что картинки, он картинкой так и оставляет, текст с картинки он не переводит, поэтому на это обращайте внимание. Ну вот пробовали из Копосовской статьи вот так переводить, там же формат файл, это большие и весомые. Простым перетаскиванием сюда через буквально минуту максимум у нас готовый переведенный файл. То есть очень простая, удобная вещь, удобный такой онлайн-переводчик. Единственное, что реклама. Вот я ее вам здесь зачеркнула, 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 чем не надо пользоваться. Вот на это обращайте внимание, чтобы лишнего не кликнуть. Просто в окошко файла перетащили, и он вам дает уже переведенную статью, причем с тем же названием, с которым вы ее загружали, но просто там добавляет три буквы, что это перевод. Поэтому и сохраняйте очень удобно. Не переименовывайте файлы, оставляйте их так, как вы их закачали. Потом вам удобнее сравнивать оригинал-перевод, оригинал-перевод, и хранить удобно. Опять же, для оформления ссылок ориентироваться, не потерять нужные файлы. Там же и сохраняем. И он его, кстати, автоматически сохраняет в ту же папку, из которой вы эту статью загружали сюда. То есть здесь удобства очень много, он онлайн, он бесплатный. Но единственное предупреждение, я почитала, здесь много чего полезного есть, но единственное, что, пожалуйста, вот текст из качанных статей, окей, мы этим переводчиком пользуемся, но что касается производственной документации, документов компании, организации, очень не рекомендую. Либо какие-то личные документы вот здесь переводить не надо. Ну, вы понимаете, онлайн-переводчик, и в условиях пользования, если посмотрите, там это прописано, что конфиденциальность текстов, тех файлов, которые вы сюда загружаете, лучше не рисковать. Вот, да, это все-таки онлайн. Лучше для работы с серьезными документами установите промп. Переводчик платный, да, устанавливается, но, по крайней мере, он у вас локально живет на вашем компьютере, и онлайн вы ничего лишнего не вытаскиваете. То есть это не для конфиденциальной информации, а вот для статей вполне очень быстро он это делает. Вы прям моментально это можете делать, когда ищете. Ну, да, Юля Борисовна, ну, что делать? Ну, про прозрачности, доступность, открытой среды никуда не денешься. Ну, и еще раз напоминаю вам про архив орг, который содержит научные статьи, не опубликованные, но идеи отсюда можно очень хорошо посмотреть и позаимствовать. Но, опять же, не забываем про авторов, хотя бы им благодарность высказать. Что еще полезного может быть? Еще два ресурса вам показываю по статьям. Unpaywall – один из инструментов для бесплатного доступа, но это не онлайн, это расширение, вот этот первый ресурс, это расширение для браузеров хрома и файрфокс. То есть он, что он позволяет делать? Он автоматически ищет полные тексты научных статей. Если вы заходите на страницу какой-либо публикации, то появляется вот эта вот икона с изображенным на ней замком. И если она зеленая и замок открыт, то можно просто нажать на этот замочек и автоматически перейти на страницу с полным текстом статьи в формате PDF. Устанавливать расширение нужно на компьютер. Вот это меня немножечко, честно говоря, настораживает. Я не люблю лишних приложений, расширений и прочих вещей вешать на свой компьютер, и так как их много висит, периодически его обваливает. Просто стараюсь по минимуму чего-то добавлять на свой компьютер. Ну, может быть, это вот... Можно отнести к разряду консерватизма и ретроградства, но все-таки, да, любое расширение, оно замедляет работу компьютера раз, во-вторых, меня очень часто перебарщиваю с этим, увлекаясь, и оперативная память падает вместе с компьютером. Поэтому перегружаем. Поэтому вот это имейте в виду. Но если нужно постоянно для работы, если мы постоянно с этим работаем, то, наверное, да, имеет смысл это сделать. Ну и если ни Академия Google, ни Unpaywall не помогли, может пригодиться вот это... сайт вот этой волшебной кнопки. Большая волшебная кнопка, которая тоже ищет нужные статьи. И еще маленькое дополнение. Поиск авторов научных статей, которые можно осуществлять по этим ссылкам. Если нас заинтересовала какая-то тема, мы хотим выйти на самого автора. Ну и плюс еще несколько специализированных, баз данных, которые помогают нам искать научные статьи в различных областях. Здесь и психология, и физика, и химия, и разные языки, и разные университеты. Это зарубежные. Вот они и здесь представлены. В курсе мы уже подробно больше на вебинаре работаем именно с этими ресурсами. Выясняем, как... Пробуем, выясняем и делаем такую аналитическую, сводную вещь по этим ресурсам, оценку. Ну, это то, что касается статьи. По диссертациям. Значит, коллеги, отечественные диссертации ищем в НЭП. Если говорить об удаленном доступе, обратите внимание, вот эта последняя информация, которая появилась на сайте РГБ, про 3 сентября 2019 года. Про удаленный доступ к электронным ресурсам РГБ. К электронным ресурсам имеется в виду вот это на сайте диссертации, в диссертационных работах. И пользуемся поисковиком для поиска отечественных диссертаций через НЭП. Даже не зарегистрировать, входя без регистрации, мы можем найти уже библиографические данные, то есть библиографический поиск мы можем осуществить. Здесь, да, выборку можно сделать, посмотреть более конкретную информацию по тем элементам записей, которые были найдены. То есть вот авторы, если мы откроем, то мы здесь увидим список всех авторов, которые были найдены, написали диссертацию по теме тьютер, тьютерство, тьютерские технологии и так далее. Ну и далее есть две кнопочки «Можно загрузить», «Можно почитать». Загрузить полностью диссертацию нельзя, вот некоторые авторефераты загрузить можно. Авторефераты диссертации, только авторефераты. А если мы хотим почитать, то нам иногда высвечивается вот такое оповещение, что можем почитать только титульный лист, только обложку, авторское право, и можно читать только в тех библиотеках, либо с тех компьютеров, на которых установлены внешние приложения ВЭП. НЭП, а оно как раз устанавливается на терминалах в библиотеках. Вот Юлия Борисовна, правильно, к сожалению, в районной библиотеке. Это хорошо еще, что в районной библиотеке. Кстати, вот здесь не имеют права, следуя защите авторских прав, давать открытый доступ удаленным пользователям вне вот этих уполномоченных, чаще всего это библиотеки. Хорошо, если это ваша районная, она рядом. Доступ к ним только через электронные читальные залы, а вот авторефераты, диссертации можно прочитать с самого сайта. А вот электронные читальные залы можно найти с помощью, есть поисковик, карта, можно найти то, что ближе к вам находится, по регионам, по карте определить, что вам ближе. В отличие от наших отечественных закрытых диссертаций, диссертации зарубежные очень часто находятся в открытом доступе, их можно даже скачивать. Ну вот так, ну вот так сложилось. У нас защищаются и закрываются, у них, наоборот, открываются и выкладываются в открытый доступ. Значит, какие... Где искать зарубежные диссертации? Метапоисковая система. Вот это то, с чего стоит начинать поиск. Она обеспечивает поиск полнотекстовых диссертаций открытого доступа, более 4 миллионов документов. Но некоторые диссертации имеют все-таки ограниченный доступ, но сведения о них в этой системе найти тоже можно. Остальные ресурсы используются для самостоятельного поиска. Что это за ресурсы? Первый из них Open Access Tess Dissertations. Это диссертации и выпускные работы. То есть дипломы здесь тоже можно посмотреть. Дипломные работы выпускников. Где-то около тысячи, по-моему, исследовательских институтов, университетов и колледжей. Язык английский, есть европейские языки и даже китайский встречается. Ну, онлайн-переводчик у нас есть. Кстати, тот онлайн-переводчик, который я вам показывала, там есть возможность перевода не только с английского и европейских языков, но также китайский, японский, они тоже присутствуют. Вот на этом ресурсе собрано где-то около трех миллионов, по-моему, документов, которые находятся в открытом доступе. Для всех работ открытый доступ к полным текстам. Второй ресурс Dart Europe. Здесь находятся диссертации из библиотек Европы. Где-то около 600 университетов из почти 30 стран. Тоже открытый доступ к текстам всех работ. Следующий ресурс, это Франция. Это диссертации, научные статьи сотрудников научно-образовательных учреждений именно Франции. Ну, язык тоже английский, французский. Где-то до миллиона документов. А вот следующий вот этот ресурс, это вот такой экзотика. Если уж цитировать, то вряд ли аналог можно будет найти. Языки английский и японский. Более 230 тысяч диссертаций и около 600 тысяч ссылок библиографических. Ну, тоже полнотекстовый доступ ко всем работам. Диалнет, это диссертации и научные статьи Испания. Они сгруппированы по университетам. И там около 40 тысяч разных документов. И диссертейшн СЕ, это Швеция. Это докторские диссертации шведские. Там тоже около 50 тысяч документов и тоже полный доступ. Это вот эти вот. И оставшиеся два ресурса, это база данных компании. Procurets, UMA dissertation publishing. Здесь содержится диссертация. Около 27 тысяч диссертаций на английском языке. И последняя, это часть проекта такого информационного обеспечения высшего образования. Министерства образования Франции. Диссертации, защищенные в университетах Франции. В основном это французский, английский и более 370 тысяч документов. Но из них доступ открыт где-то к 30-40 тысячам. Вот эти в открытом доступе, остальные просто ссылки на них. Это вот те ресурсы, где мы можем искать с вами зарубежные диссертации. Особенно если у нас какие-то редкие темы встречаются. Ну, не ограничивайтесь только метапоисковой системой. Постарайтесь поискать вот в этих ресурсах. Может быть, где-то на японском сайте вы найдете то, что отвечает вашей тематике. Не исключено. Ну и, коллеги, мы с вами добираемся до завершения нашего сегодняшнего вебинара, нашей сегодняшней встречи. Мы познакомились с вами с ресурсами, с теми изменениями, которые произошли в поисковой системе, в частности, Яндекс, с операторами Google, с поиском, с использованием операторов. Вот те виды поиска особые, я специально сегодня про них не говорила, как их осуществлять. Это уже тема нашей практической работы на курсе. Вот там мы будем разные, комбинировать разные операторы с их помощью, формулировать запросы и осуществлять поиск. Друг другу будете ставить задачи и сами пытаться их реализовать, а потом будем выполнить эти запросы, а потом уже будем смотреть, что у нас получилось. Потому что лучшее обучение – это все-таки практика, чем теория. Посмотреть можно много, но делать научишься только, когда сам с этим столкнешься и не там будешь ставить пробелы. То же самое касается остальных поисковых систем и диссертаций, и статей. То есть мы это будем прорабатывать на вашем рабочем материале. То есть вы приходите со своим запросом, и мы уже, используя вот те ресурсы, с которыми мы знакомимся сейчас, прорабатываем эти запросы. И ваша задача будет к окончанию модуля просто составить вот тот список источников, либо библиографических данных, найти материал для написания статей, исходя из тех требований, которые необходимы. И, коллеги, сейчас мы с вами завершаем. Большое спасибо всем, кто сегодня внимательно смотрел, слушал, иногда затаив дыхание. И особенно тем, кто отзывался в чат и писал вопросы. Задерживать больше вас не буду и Павла Юрьевича тоже, потому что сегодня второй день международной конференции «Эткранчин», на которую Павел Юрьевич очень хотел попасть. А я его и так задержал на почти 18 минут с нашей темой. Поэтому мы сегодня заканчиваем. По вопросам я еще посмотрю, что у нас в чате было. Павел Юрьевич, большая просьба, распечаточка чата мне тоже скиньте. Про курс информация на следующем вебинаре, она уже появится, я так надеюсь, с ссылкой, с регистрацией, со всеми прочими вещами. Пока можно написать мне в личку на Фейсбуке. Если кого-то, я видела, там мелькнул, у нас заинтересовались про курс, вы можете пока написать мне в личку. И как только лендинг у нас будет готов, я надеюсь, на этой неделе мы это сделаем. Я, ну почти, почти начнем, по крайней мере. Я вам сразу эту информацию скину. Да, тем, кто заинтересовался. И в личку просто напишите там курс и свой вопрос или пожелание что-то. Спасибо большое всем за сегодняшнее участие. Все, я побежала, Павла Юрьевича отпускаю. Всем счастливо, хорошего дня и до встречи на следующем вебинаре. Всем спасибо, удачи, счастливо. Дорогие друзья, ну что ж, наш вебинар закончен. Давайте поблагодарим Татьяну. Я вас благодарю за активное участие. Приходите на следующие наши вебинары. Информацию по выданным сертификатам я уже разместил. В самом конце нашего чата, вот второй вариант, потому что в первой закралась ошибка, в конце кавычка попала в адрес. Можете переходить и регистрироваться на следующий вебинар Татьяны Телегиной. Милости просим, он тоже состоится достаточно скоро, через две недели. Ну что ж, всего доброго. Продолжение следует...